В воскресенье 12 мая на центральной площади нашего города имени Ленина состоялся традиционный легкоатлетический забег и эстафета, приуроченный ко дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь в едином забеге под флагом страны. Как и полагается, вначале состоялось торжественное открытие, на котором с приветственным словом выступила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Оксана Михайловна Ковалькова. После прозвучал государственный гимн Республики Беларусь, а зажигательный артистический номер детского ансамбля «Палеска» «Зорочка» зарядил участников энергией перед забегом. Все мы – белорусы, и мы, и млад, и стар, должны с уважением относиться к нашим символам, символам Республики Беларусь – флаг, герб, гимн. И я думаю, что сегодняшнее мероприятие, оно как раз на это нацелено, и я рад, что сегодня в большинстве своем на нем, на этом празднике – молодежь. Не только молодежь, но и детвора в этом забеге играла видную роль. Более того, самые юные участники этого мероприятия начинали старты. И тут не столь важно было, кто прибежал к финишу первым, вторым, третьим. Каждый участник – участница этого замечательного тура. Победитель – победительница. От неповторимого братского дуэта Якова и Дамира Малиновских, кстати, постоянных участников забега, перейдем к сестричкам Бакуна – Жене и Алине. Мне сегодня все понравилось. Мы детички, будь-то, будь-то, бедай. Мы любим Беларусь. Несомненно, этот день запомнится ребятам на всю жизнь. И приятно, показательно, что они уже с детских лет слышат, знают, кажется, понимают значение государственного флага, государственного герба, государственного гимна для страны. Сегодня здесь настоящий праздник. И я очень люблю свою страну. После детских забегов и последующего награждения всех, без исключения участников, стартовали главные силы. Вначале эстафеты школьных команд. Затем забег протяженностью в 5 километров, что, учитывая мозорский ландшафт, было делом довольно непростым. Эстафеты же включали в себя 10 этапов по 500 метров каждый. В команде было по 5 мальчиков и девочек. Ну и, как ожидалось, победу праздновала дружина 16-я школы, сформированной из ребят, систематически занимающихся спортом. Команда держала победу, наверное, из-за того, что все бегуны, все участники нашей команды были подготовлены хорошо, потому что много кто занимается легкоатлетикой. И на старте удалось задать хороший задел, чтобы дальше было легче побеждать. 16-я школа за Беларусь! Второе место досталось команде 14-я школа, где были как отличные спортсмены, спортсменки, так и замечательные болельщики, болельщицы. Я болела за 14-ю школу. Я верила и знала, что мы войдем в призы, потому что у нас очень сильная команда. И вообще мне приятно, что есть такой праздник, флага, герба и гимна. Раечка была болельщицей, но такой активной, что мы смело называем ее вице-чемпионкой этого замечательного эстафетного тура, где бронзовую медаль в упорном противоборстве на финише с командой 9-й школы завоевала дружина гимназии имени Янки Купалы. Я бежала в третий этап, мы заняли третье место. Я ожидала, что мы выиграем и попадем в призы. Спасибо всем, кто организовал этот праздник. Главным организатором этого лихоатлетического забега стал отдел спорта и туризма Мозорского районного исполнительного комитета. Государственные символы Республики Беларусь, конечно, для воспитания патриотизма это имеет очень большое значение. С самого маленького возраста каждый гражданин нашей республики должен достойно относиться к символам, должен чтить память наших предков и ценить мирное небо, под которым мы живем. И сегодня здесь на площади собралось большое количество мазырян для того, чтобы отдать дань уважения нашим символам, поблагодарить нашу республику за прекрасное мирное время, в котором мы живем, показать свои результаты и просто насладиться общением друг с другом. Что до победителей и призеров, ТОП поддержал свой реноми отличного кроссмена Петр Степанович Дайняк, глава знаменитой семьи, которая на сей раз представила на забеге, целых восемь участников. Я к этому празднику готовился, потому что такой праздник и посвященный пробег нашему символам нашей страны. Это флаг, герб и гимн. Я всегда уважаю нашу страну и за ее горжусь, что я живу в этой стране. Петр Степанович победил в самой старшей возрастной категории, где второе место занял Леонид Владимирович Жатьков. В группе 50-59 лет лучшим стал Алекс Нигайло. В категории 40-49 лет Юрий Дайняк, Александр Денисов, Алексей Володькин. До 29 лет Владимир Мокша, Михаил Кураш и Денис Сурко. Наконец, в группе 30-39 лет бронзовый призер Евгений Макей. Вице-чемпион Игорь Дайняк, чемпион, абсолютный победитель забега Виталий Старушенко. В таком подобном роде соревнований участвую впервые. Тут решил первый раз в этом году. Были мысли побегать длительную или сегодня поучаствовать. Выбрал, естественно, пятерочку. Трасса довольно-таки интересная, с горочками, что позволяет, скажем, отрабатывать этот особенный навык бег в горочке. В следующем году планирую также принять участие в этом старте. Очень понравилось. Виталий Сергеевич – представитель Мозорского НПЗ. Как и наша следующая собеседница. Победительница категории 35 лет 44 года Ольга Санна Резкая. Участвую всегда приятно на родной земле, когда проводят такие пробеги. Целью выиграть у меня не было. Но, конечно, было бы очень замечательно, если бы выиграла. Этот старт я бежала как тренировочный, еще два полумарафона, а потом уже начинается соревновательный у меня режим. Отметив серебряную и бронзовую медалисток в этой категории Галину Баранову и Ольгу Артюшенко, а также лучшие в группе 25 лет 34 года Анжелику Абраменко и Анну Петрушенко, победительницу старшей группы Наталью Рабок, поясним, что Ольга Резкая в абсолютном зачете уступила на финиш одной из лучших юных легкоатлеток нашей страны, 15-летней Елизавете Бобровской, которая не только опередила всех в младшей возрастной категории, но и стала абсолютной чемпионкой. Конечно, мне очень понравилось. Бежать мы решили с моей подругой Сашей Абраменко в последний момент. Мы буквально ехали сюда и позвонили нашему тренеру, можно ли пробежать пятерку, ну просто как кросс, как темповой бег. Отметив бронзовую медалистку этой категории Валентину Дробышевскую, предположим, что спортивная наставница Елизавета Бобровская и Александра Абраменко Елена Ивановна Бутковская гордится своими девчонками, которые, вне всяких сомнений, украсили собой этот забег. Да, мне очень понравилось. Особенно вот эти горки. Очень понравился забег. Мне очень приятно, что победила моя подруга. Я была уверена, что она станет победительницей. Легкая атлетика за Беларусь! Легкая атлетика, весь Полесский, Мозорский спорт за Беларусь. Свою страну, ее идеалы, символы, и мы не сомневаемся, что по итогам 2024 года одним из самых заметных спортивных событий нашего края станет легкоатлетический забег, приуроченный в Дню государственного флага, государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь в едином забеге под флагом страны.